Всем привет и добро пожаловать на канал Экспирианс Гейм, с вами я Скиф, мы продолжаем играть в Oxygen Not Included. И какая задача стоит перед нами на данный момент, это добраться конечно до гейзера природного газа, который у нас расположен вот здесь, мы уже кое-чего тут подготовили. Сделали два очистителя руды, дезинфектор рук, здесь у нас еще умывальник и вот здесь небольшая беда у нас здесь, в общем та руда, которая тут не должно быть по факту, ну слизь, 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 нам надо как-то с ней расправиться да, само собой, как-то сделать красиво, потому что они будут бегать и дезинфицировать это просто неустанно. Дальше давайте-ка проведем ревизию, ну тут у нас все хорошо, как бы морозная пшенечка поспевает, в свою очередь у нас тут пинч перечный поспевает, еды у нас в принципе в достатке, ну и единственное, что надо вот здесь вот как-то дальше прокапываться. Но можем пока что что сделать, наметить, я даже не знаю, нам может каркасные блоки отчасти пускать, чтобы если что, да, сюда вот к примеру вода уходила, если что вдруг, мало ли, правильно? Здесь небольшой порожек сделать. Просто я думаю мы куда-то сюда ворвемся, аккуратненько, по крайней мере, вот так, вот это вот прокопать, прокопать и потихонечку вот сюда, можно еще даже приоритет на все дело увеличить, пускай они у нас роют, да? Пока что на этих блоках просто отключим дезинфекцию, ну и в задницу они задрали бегать здесь, это уберем. Тут поход придется на всех вот этих вот блоках это отключать. Отлично. Тут конечно немножечко зеленых микробов, ну так сказать, немножечко, да, множечко, но тем не менее. Вот это что-то я очень удивился, а откуда у нас здесь вода? Причем чистая. What the fuck? Жестко. Откуда она здесь могла взяться? Алло. Туши мимо льют или что? Но она хорошо сюда стекает, как бы не проблема, сюда немножко стекло тоже, как бы не страшно. Просто мне не очевидно, откуда это дело тут взялось. У нас вроде бы тут ни где, и лед не тает. Лол. Вы откуда сюда воду-то приволокли? Эй, дубликанты. Что началось-то? Кстати, у нас сумеречные шляпки уже, вторым урожаем скоро с нами поделятся. Это неплохо. У нас элитарнейшая пища, да, готовится. Ну здесь хороя тут обычную готовить, ну как бы, ну, несерьезно. Мы уже умеем более крутые виды блюд готовить. Кстати, вот из этого нам ничего не доступно, но мы можем зато булочки вот такие вот вкусные заказывать. Кстати, это действительно офигенная еда. А вот это уже круто. Очередной нейронный подстройщик. Это уже третий будет. Здесь у нас непосредственно гизер природного газа. Да, мы уже его увидим воочию. Сейчас мы до сюда дороемся. Тут еще, кстати, можно будет вот эти водоросли выкопать. Ну, что бы нет, халявные, да? Вроде бы как они и без микробов. Отлично в этом плане все. Давайте, пожалуйста, вот сюда нам докопайтесь. Вот это добудьте. Шкафчики, безусловно, можно обыскать. Ну, сюда нам будет просто пролезть. Это мы успеем, это нам не горит. У нас как бы в плане одежды вообще все отлично. Более чем достаточно. У нас как бы она есть в наличии. Даже какая-то есть. Плюс на наших дубликантах там одето много одежды. И хотелось бы на нейронный подстройщик определить. Вот тут хлор, конечно, это не айс. Что-то по температуре, но не такая высокая. То есть надо будет сюда как-то продолбаться. И что-то придумать. Что-то придумать, чтобы у нас природный газ тоже отсюда не уходил. Можно какой-нибудь типа гидрозатвор опять же поставить. Что, зря я сюда воду прокидывал. Она, в принципе, у нас тут не так-то далеко. Отсюда просто взять, сюда немножечко провести. Возможно, как вариант сделаем именно что гидрозатвор. Тема вроде хорошая. И это 100% рабочий вариант. Как бы да, в комментариях писали. Что, мол, почему бы там не поставить опустошитель бутылок и все прочее. Но трубу в любом случае куда-то в эту сторону надо тянуть. О, кстати. У нас Рен где-то словила немножко болезни. Но я думаю, тут надо разрывать. Тут у нас очень много микробов. Ну или немножечко пока прекратить тут как бы деятельность вести. Сейчас бы еще спать тут, конечно, до кучи. Можно тут, кстати, поставить еще один освежитель. Я думаю, он лишним абсолютно не будет. И они теперь тут чистками будут постоянно заниматься. Меня это абсолютно не радует. Поэтому что мы сделаем? Мы сделаем вот здесь вот лестницу. И вот это выкопать. Тут можно даже чуть выше приоритет. То есть тут на 8. Почему-то они тут еще не очень стремятся копать. И пока что у нас только Рен немножечко просел про иммунитету. Но это абсолютно ничего страшного. Я думаю, мы это сейчас как-то порешаем аккуратненько. Чтобы все у нас обошлось. Да, они вот задерут своей чисткой. Потому что слизь плодит микробы с колоссальной просто скоростью. И они перебрасываются на эти блоки. Ну а так проще сейчас будет выкопать именно что. Здесь я, конечно, отключил вот всю тему. Но зато теперь тут микробов просто трындец. Может немножечко тут дезинфекция? Так, чисто, да? В рукопашку назначим. Я думаю, Рен... Ну, Рена. Я не знаю, бегун наш местный. Его, короче, откопать и вообще освободить. Доставку ему убрать. Строительство оставить. Уборку оставить, я не знаю. Уборку тоже, наверное, убрать. Пока что, да? Чтобы он у нас там чем попало не занимался. Пускай и он, я даже не знаю, чем дезинфекциями там всякой, короче, лобудней занимается. Но там не лазит. А то он у нас немножечко проседает по иммунитету. Это абсолютно не круто. Те, кто у нас более такие крепкие, они у нас тут могут немножечко еще полазить. А Рену надо немножечко восстановить свой иммунитет. Также тут еще заработал освежитель. Загрязненный кислород достаточно много здесь. Да, его надо чистить. Микробы гораздо хуже размножаются. По факту даже гибнут. Именно что в чистом кислороде. В загрязненном это для них, конечно, как бы благоприятная среда для размножения. Поэтому надо что-то с этим делать. Такс. Что у нас вообще Рен будет делать? Я думаю дезинфекцией заниматься. Я тут немножечко поназначил местами, временами. Чтоб немного на базе хоть порядка навели. 95. Неприятно, неприятно. Ну ладно, ладно, это не супер критично. Абсолютно не супер критично. А если в какой-нибудь омолаживатель его назначить, это нам что-нибудь даст? Лечит раны. Но это не лечит, как бы. Не восстанавливает иммунитет по факту. Хотя это, возможно, знаете, как косвенно будет что-нибудь восстанавливать. Ну-ка давай просто его сюда запихнем. Просто его сюда запихнем. Приоритет на 9. Кишка в чем? Просто чтоб он нигде не бегал, а сидел здесь. Омолаживался. Почему бы нет? Лол. Просто он тут сидит, омолаживается. Ну, что-то с ним происходит по любасу, да? Что у тебя там со здоровьем? Да, у него немножечко здоровье просевшее. Иммунная система немножко расшатанная. Пускай ему на пользу, я думаю. В общем, Рен у нас немножечко по-прежнему продолжает проседать. Но, но, он недавно заразился болезнью с лиц в легких. Но, смотрите, объем микробов как бы уменьшается на 22% типа цикл. То есть, постепенно, постепенно, сейчас он перестанет дышать микробами, да? Он бегает сейчас в кислороде, дышит кислородом. И, по идее, микробы дохнут, насколько я понимаю. То есть, вот как-то так. А пока что 2% цикл изменения идет. Небольшая просадка. Но это должно сейчас компенсироваться за счет того, что мы его больше не отправляем дышать сюда вот всяким дерьмом. А чтобы здесь было как-то приятнее бегать и дышать, у нас стоят освежители. Они чистят загрязненный кислород. Потому что все-таки загрязненный кислород это благоприятная среда, да? Для микробов. Как ты ни крути. А нам бы этого не нужно. Ну и между делом, я бы, думаю, лишним не было вот здесь вот построить, как будто эту тему. Такс. И кого-нибудь сюда назначить. Кого мы можем? Кого мы можем? Кто у нас там такой прошаренный? Ну не знаю, мы уже баблс отправляли. Давай Тернера сюда отправим. Как только так сразу, да? Все, вроде брен уже не проседает. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну и плюс я полномасштабную чистку затеял. Пока что Рен у нас убран с большинства работ, которые могут так или иначе вывести с территории нашей колонии. Поэтому мы за ним следим в оба глаза. По идее, у него преимущественно приоритет теперь должен стоять на чистке. Он тут будет бегать, именно что чистить. Кстати, практически подоспел очередной урожай сумеречных шляпок. Да, да. Количество слизи в его легких стремительно уменьшается. То есть я показывал, там было 215 тысяч или типа того. Видите, какими темпами это все дело уменьшается. За счет того, что он именно что бегает по базе. По нашей, да, по нашей колонии. И дышит кислородиком. Это его лечит по факту. Омолаживатель нам тут нафиг ничем не помогает. В принципе, я обычных-то болезней пока тут и не заметил. Возможно, с одним из обновлений не завезут больший объем болезней. Я помню, какой-то тут был вариант болезней. Типа какие-то одуванчики на дубликанке были или что-то в этом духе. Кстати, кстати. Кстати, кстати. Тернер! Почему-то они мне все мимо кровати садятся. И так. Фух! Тернер еще не отправился от процесса. Мозг до сих пор немного вибрирует. Но этот дубликан еще никогда не чувствовал себя лучше. Он солнечный настрой получил. Че? Изменение стресса минус 20% цикл. У него очень позитивный, короче. Теперь взгляд на жизнь. Но отлично, Тернер. Всем бы так. Все. Главное потом не забыть Рену обратно выставить как бы настройки. Но сначала подождем. Когда у него количество микробов перевалит за допустимое значение. Я так понимаю, в зависимости от иммунитета, от значения иммунитета, у нас так или иначе может варьироваться тот момент времени, когда начнет проседать иммунная система. И у Рен, очевидно, у него не такой высокий иммунитет. Где у тебя посмотреть-то? Так, микробы, связь, инфа. Мочевой пузырь, стресс. Подожди, а где твои базовые характеристики, парень? Вот они, характеристики. Да, иммунитет у него 4. Плюс 4% цикла к регенерации иммунитета. Это не так-то много. К примеру, какой-нибудь Тернер. Что у тебя там по характеристикам иммунитет 5? Ну, то есть не сильно-то и выше. А тем временем у нас проблемы здесь. Я что-то их продолбал. Определенно. У нас вот тут вода прорвалась. И сюда всякое дерьмо начало попадать. В частности, начало попадать все в газовый насос. И это вывел из строя генератор на природном газе. Он вообще сломанный у нас. Зачипись. То есть надо сюда сейчас быстренько вырезать обратно то, что у нас было. А что у нас было? У нас получается фильтр был. Раньше, да? Таким вот образом реализованный. Ну, единственное, что вот так, наверное, все-таки. Тут немножечко разобрать надо. Так, снос. Все. Нет, не все. Давай постройки. Постройки. Газопровод. Пожалуйста, разбери. И мы тут сейчас бахнем фильтр. Фильтр у нас получается как? Вход-выход. Такс. Потом газовая труба у нас сюда зашла. Отсюда вышла. И куда-нибудь пойдет. Вот отсюда пойдет то, что нам нужно. Блин, а здесь у нас вообще не то, да? В этой трубе по факту. Но это ладно. А вот отсюда у нас будет выходить все то, что не нужно. Не пускай оно будет, к примеру, вот сюда выходить. И перерабатываться. Тут у нас террариум есть, к примеру. Парочку даже. И можно здесь приоритеты бахнуть, безусловно. Это даже необходимо. Такс. Давайте, давайте, ребятки, шевелитесь. Здесь у нас на выходе должен быть именно что? Природный газ. Безусловно. И по проводам надо сориентироваться. Тут у нас проводочка есть. Уже хорошо. Давайте-ка делайте, делайте, делайте. Все, пошла движуха. И, так, термо... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Энергия. Генератор на природном газе, да. Пожалуйста, вот сюда его. Так, что по трубам получается? У нас там подводка же реализована была. Была реализована. Единственное, что теперь надо реализовать обратно. Это все дело у нас немножечко все поломалось. Но это мы сейчас ликвидируем. Да, и Рен у нас начал потихонечку восстанавливать свою иммунную систему. Что здорово. И, само собой, я решил пресечь дальнейшее распространение тут загрязненной воды. Сейчас тут немножечко спустимся. Здесь построим все, что нужно. Потом здесь еще тоже, кстати, раскопаем. И, наверное, застроим эту всю комнатку. Чтобы у нас в идеале тут в конечном итоге должен остаться только именно что природный газ. Тот, что не нужен нам, он откачается. Здесь еще часть, короче, левых газов сюда попала. Они немножечко поломаться успели, да, к генератору на природном газе. Ну, чуть-чуть урона, я бы сказал, даже не поломаться, а чуть-чуть урона получить. Кстати, у нас Рен практически излечился. Дышит кислородом, пускай продолжает дышать. И все-таки как же долго морозно пшеница. Очень долго растет. Ладно, это не суть важно. Вы, главное, вот здесь вот действуйте, злодействуйте. И вот здесь вот, пожалуйста, вот это вырыть не забудьте. Мы сейчас здесь как-нибудь во второй ряд еще прокинем этих блоков. Аккуратненько. Я их с гранита, безусловно, делаю. Чтобы прямо это все было прочно и наверняка. Температура тут не такие зашкаливающие, порядка 40 градусов. Конечно, жарко, неприятно, но что поделать. Побегать здесь нам все равно придется. У нас, кстати, еды все больше и больше становится. По факту, холодильников вроде бы хватает. И мы можем себе элитарную пищу заказывать в производство. Что, наверное, тоже стоит периодически все-таки делать. Давайте. Здесь у нас расчистилось. Замечательно. Так, гранит. Давай. Как-то вот так у нас получается здесь. Вот это вот разрыть. И тут надо, наверное, грамотно приоритеты выставить. Здесь на 7. Здесь на 9. Пускай, пускай. Потихонечку сюда дороются. Ну и здесь на 7. Жди, а почему там у нас на 9 приоритета нет? Будьте добры. Чтобы они здесь сначала выкопали, потом тот ряд поставили, и потом здесь. Главное, чтобы это они быстро сделали. Можно даже вот здесь на 8, наверное, изобразить. Просто, Рен. Вот как? Как ты смог? Придурок нет? Так, постройки снести. С приоритетом в 9. Я надеюсь, ты, конечно, придурь нашу успеешь выбраться. Давай строй. Стройте ему кто-нибудь лестницу. Алло. Он тут у нас заклебнется. Все, выполз. Дебила кусок, а? Калит меня он просто невероятным образом. Давай, здесь мы застраиваем это дело. Здесь можно отменить. Это не так, чтобы важно было. Кстати, тут чистая грязная вода, без микробчиков. Рен у нас восстановил свои свойства все нужные, да? Ему можно опять назначить и доставку, и копку, и вот это все дело. Пускай повсюду может бегать, по факту. Еще у тебя там по микробам 90 тысяч. Где-то микробчиков у него в легких. Но это ладно, это не критично, вроде как-то. Вы достроите когда-нибудь, нет? Я дождусь этого светлого мгновения. И, наверное, здесь надо вообще раскопать вот это дело. Что оно в самом деле, да, нам только мешает? Пускай тут газ скапливается. Это мы не можем разрушить? Это нейтрониум. Это неразрушимая порода. Так, с газовым фильтром тут вроде все нормально. Решил заранее здесь сразу стеночку еще сделать. Вот здесь, наверное, вот это все добыть надо. Вот эти все блоки. Тоже так, да? Вот тут в идеале-то, наверное, надо. Давай мы сюда вот прокинем это дело. И, пожалуй, вот это дело выкопаем. Сделаем красиво, эстетически там, чтобы все у нас было нормально, да? Ну, как-то так. В принципе, стресса у них немного. Пускай понапрягаются. Пускай я их немножечко позаставляю делать то, что мне нужно. Но это мне нужно. На, такая вот логика. И заодно тут уборочкой позанимаются, всем прочим. Зато нормально, красиво у нас тут природный... Гизель природного газа будет использоваться. В идеале. В идеале. Сейчас мы это попытаемся все здесь сделать, безусловно. Ну, вот так как-то, я думаю, покрасивее, поэстетичнее, да? Все это выглядит. Еще надо немножечко вытереть и убрать остатки, чтобы было совсем красиво. Да, ничего лишнего у нас тут не валялось. Возможно, стоит еще один ряд вот сюда и сюда пустить. Для подстраховочки. Ну, посмотрим. Давай пока что это все расчистим. Здесь что у нас еще есть? Ну, сюда ниже хлор, безусловно. Сюда мы доступ можем получить вот по этой лестнице. Сюда имс. Тут у нас водород. Ну и туда куда-то ниже закопаться. Возможно, за чем-нибудь и нужно. Пока что не очень ясно. Мне, наверное, еще один электрогриль необходимо поставить. Что у меня все миксеры микробов? Да, миксеры микробов стоят, да? Давай мы вот тебя разберем. Я хочу все-таки два электрогриля здесь организовать. Так, что у нас по кислороду? По-моему, все прекрасно. Ну, тут по углекислому газу все прекрасно. У нас много грибочков подоспело. Давай, давай. Вот это пускай разбирают. И мы туда фиганем еще один электрогриль. Вот как-то так, наверное. Оп. Запитаем его, безусловно. У нас, кстати, небольшая проблема с металлом, но это ладно. Давай где-то так вот. Чтобы, как бы, еды-то у нас много, ее надо еще готовить. Кого-нибудь двоих мы назначим и пускай они фигашат. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут у нас норм. Здесь у нас на расширение. По идее, задумка. Ну и здесь таскивается все. Просто синхрон нафиг. Да куда ты убежал-то? Ага, ждем. Все приготовил. Давай еще жареных грибочков. У нас готовой еды достаточно мало. Я тут им эксклюзиво был готовлю, чтобы у них все было очень вкусно и полезно. Они у нас не стрессовали по этому поводу. Че, по грибам, в принципе, вообще хорошо. Грибочки, они в больших объемах растут. Можно даже непрерывно поставить готовить. Ой, непрерывно. Фигашь все грибы, короче. Че б нет. Чтоб у нас запас был готовой еды. А то, как бы, вроде бы, я смотрю, много. Но, по факту, из нее-то не очень много. Именно что готовой. Это просто сами продукты. Получается, у нас заготовленные. Но, как бы, не приготовленные. Ну и, интереса ради, я не знаю. Давайте сюда тоже проберемся. К этим шкафчикам. Обыскать. Ну, тут по любасу шмотки. Но, пускай будут какие-то, я не знаю, запасные. Что-то в этом духе. Блин, у нас еще вот здесь куча загрязненного кислорода. Его, наверное, тоже стоит перерабатывать. Здесь-то у нас уже переработано в целом. Плюс-минус неплохо. Я бы сказал, даже. Ну, ладно, ладно. Потихонечку они этим тоже займутся. Тут дело в том, что они сейчас до сих пор вот это все дело стаскивают. Но я бы приоритетик немножко уменьшил. Потому что это, ну, не столь дико важно. Экс. Фигашит, фигашит. Природный газ. Ну, его тут уже не так-то и много. Возможно, комнату еще надо уменьшать, чтобы плотность тут как бы формировалась повыше. Ну, тут надо расчистить. Потом я, наверное, тут еще рядочек пущу. И потом еще, наверное, здесь. Все-таки как-то сузим эту область. Отчего бы и нет. Тут я пока что выключил. Да, угольные генераторы. Не в них суть. И давайте тут потихонечку добирайтесь до шкафчиков. Ну, и кто бы сомневался. Тут у нас разные шмотки. Теплый свитер. Теплый свитер. И это, наоборот, короче, от жары до охлаждающих реле. Ну, и что бы не бороться с микробами. В самом-то деле. Тут давай отметим. Все, хора бегать. Это можно и убрать. Ну, ладно, как захотите, так уберете. В принципе, это не супер важно. Так, через дезинфектор. А тут руки мыть не хочешь, да? Куда вообще? Давай-ка проследим, что ты делаешь вообще. Дверь. Образец для разблокировки требует. Но у нас нету незараженных дубликантов. По факту не все там слизи надышавшиеся. Преимущественно слизь у них, как бы в легких, присутствует. Обычных желтых микробов у нас уже по базе, по факту, и не разносят. Ну, так-то, да? Если посмотреть, то их практически нет. Ни в каком виде. Нет? Здорово. Тут у нас грибочки готовятся. Тоже неплохо. Ну, и я постоянно пытаюсь это дело контролировать. Здесь еще этих булочек накидываю. Кстати, кстати, да? Вот и подходит к концу у нас наш урожай. Но тут подходит потихонечку новый урожай. Пинч перечный. Ну, совсем потихоньку. И отчасти где-то тут морозная пшеничка тоже созревает. Что в целом тоже здорово, да? Такс. Вот это когда-нибудь заберете, может, там приоритет все-таки накинуть. Давай на девятку заберите уже первым делом. Это все, чтобы она мне просто глаза модально не мозолила. Бесть. Вот это вот мусор, который они побросали. Фосфориты всякие. О, Баблс прибежала. Кто еще там смелый у нас? Ты ж смотри, образец все-таки доставили и дверь открыли. Можно было ни на что так поступить. Лоль. А что-то они к тем дверям не особо-то стремятся бегать. А к этой что-то как-то прибежали. Вот это внезапный поворот. Толк вот эту лампочку поломанную, конечно, запитывать не особо много. Так, что тут у нас? Нет, достаточно слизь. Слизь перевелась, да? Вот этот поворот. А куда вы сидели? Куда могли все деть слизь? Она как-то внезапно закончилась? Так тоже бывает? Ну, допустим. Давайте вот здесь добудьте, я не знаю, этой слизи. Ну, а на этом пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем все хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok